А вы, друзья, это IT News. Сегодня мы попробуем немного заглянуть в будущее. А представить и смоделировать его нам помогут в этот раз автомобили, а точнее концепт-кары. Так что, поехали! Открывает наш список концепт Suzuki Air Tracer – этакий минивэн-гостиная, снабженный тремя рядами сидений, которые, трансформировавшись, превращают автомобиль в уютную маленькую комнатку. Среди примеров расположения сидений – режим релаксации, когда сидения обращены друг к другу, и режим гостиной, когда они собираются в самый настоящий диван. Кроме того, на центральной стойке смонтирован дисплей, способный транслировать видео со смартфона или планшета. Следующий автомобиль в нашем списке – тоже этакий минивэн. Интерьер концепта Nissan под названием Teatro 4 Days полностью покрыт световыми панелями, на которые можно вывести любое изображение. Так называемую тему можно выбрать из ряда вариантов. Внутри театра есть абсолютно все. Это и панель управления, и новомодные сидения, и роскошные дверные панели. По велению самого водителя этот материал может превратиться во что угодно. Например, в ленту Facebook, красивую картинку, навигационную карту и прочее. Полностью электрический концепт-кар также позволяет сделать видеозвонок прямо с приборной панели. Однако мы надеемся, что никто не будет это делать за рулем. Концепт Audi i-Stron внешне выглядит не так ярко, как его конкуренты, но занимает 11-ю строчку в нашем рейтинге за то, что не поддался мейнстриму и предназначен для будущего, в котором автомобили будут работать не на электричестве, а на водороде. В концепте применена виртуальная приборно-информационная панель нового поколения. Она включает большие дисплеи с активной матрицей на органических светодиодах и тактильной отдачей. Возможно беспроводное подключение мобильных устройств, например, смартфонов и умных часов. Концепт-кар может проехать на одной водородной заправке 600 км. С нуля до сотни он разгоняется за 7 секунд. Но, к сожалению, Audi не заинтересована в серийном производстве машины, хотя, возможно, компания передумает. Стартап Faraday Future показал свой концепт-кар в январе. И он похож на футуристический бэтмобиль, который точно создан для дорог будущего. Так как не то, что лежачий полицейский, а любая неровность на дороге разорвет этот автомобиль пополам. Топливом для этой машины, как и для большинства подобных автомобилей, служит электричество. А еще она старается выучить предпочтение водителя и автоматически подстраиваться под его вкус. Возможно, у автомобиля будет еще автопилот, способный действовать абсолютно самостоятельно. Ну а максимальная скорость этого концепт-кара составляет 320 км в час. Порше Mission E Это 11 место в нашем списке и полностью электрический концепт-кар с футуристическим интерфейсом, умеющий отслеживать направление взгляда водителя. Виной всему камера в приборной панели, которая может определить, что водитель смотрит на тот или иной предмет, например, на кнопку, включающую радио, и, собственно, включить радио. Впрочем, перед выполнением действия водитель должен подтвердить его нажатием кнопки на руле. Кроме того, голографический дисплей на приборной панели позволяет водителю менять настройки автомобиля с помощью жестов. Вместо зеркал безопасности здесь камеры, изображение с них выводится на угол лобового стекла. Одной зарядки концепту должно хватать на 500 км. Но самое главное это то, что машину можно будет увидеть на дорогах. Порше надеется наладить серийный выпуск в течение пяти лет. Компания RyanSpeed создала очень высокотехнологичный концепт-кар, получивший название ETHOS, которому прилагается квадрокоптер. При этом задняя часть капота специально превращена в посадочную площадку. Самая главная фишка в этом автомобиле это дрон, и можно управлять с помощью сенсорных дисплеев внутри салона. Хотя в концепте есть и другие интересные вещи, например, машина может функционировать без водителя. И когда руль не нужен, он убирается внутрь приборной панели. Кроме того, водителю здесь всегда помогает электронный персональный помощник на основе искусственного интеллекта, подобный Siri. Он умеет изучать предпочтения хозяина и делать прогнозы, например, предлагать включить определенную музыку. И снова Nissan в нашем списке. AES это пятидверный хэтчбэк с непривычно низкой высотой. При этом, по сообщению пресс-службы Nissan, салон автомобиля способен с комфортом разместить четырех взрослых. Для этого колесная база сделана максимально длинной. Автомобиль работает на электроэнергии. Правда, это считается уже само собой разумеющимся, а не каким-то выдающимся достижением. Водитель может выбрать между обычным вождением и режимом автопилотирования. Тоже распространенная фишка. При включенном автопилоте водительский штурвал скрывается в панели, а его место занимает огромный тачскрин-дисплей мультимедийной системы. Для создания уютной домашней атмосферы, все четыре сиденья способны вращаться на небольшой угол вокруг своей оси. Компания Mercedes-Benz уже избаловала публику различными интересными новинками. Ее новый концепт-карт смог вывести аэродинамические показатели на качественно новый уровень. Проще говоря, автомобиль изменяет форму корпуса для улучшения аэродинамических показателей. Ну, прямо как в известном французском фильме «Такси», только делает он это автоматически и прямо во время движения. Когда автомобиль разгоняется до 80 км в час, часть элементов корпуса меняет форму, что позволяет ему лучше и быстрее двигаться. Автомобиль также оснащен системой беспроводной связи, которая позволяет ему взаимодействовать с другими участниками движения. Lamborghini Egoista был анонсирован, кажется, еще в 2013 году. И внешне выглядит довольно необычно. Многие считают, что дизайн серьезно проигрывает в элегантности и красоте другим моделям. В своих обзорах некоторые издания называли его чересчур экстравагантным и мозговзрывающим. Автомобиль способен развивать скорость в 350 км в час и рассчитан лишь на одного человека. По своей сути, эта машина является гоночным болидом, который облагорожен кузовом из различных материалов, отчего она больше напоминает не транспортное средство, а стелс-истребитель. Ячейка, в которой находится водитель данного транспорта, создана из таких металлов, как карбон и алюминий, и по сути является своего рода капсулой выживания, которая защищает и изолирует водителя от каких-либо внешних воздействий. Компания Chevrolet на международном автосалоне в Шанхае показала футуристический концептуальный автомобиль FNR, дающий представление о том, в каком направлении может развиваться транспорт будущего. Chevrolet FNR имеет фантастический капсульный дизайн. Автомобиль получил оригинальные распахивающиеся двери, типа крылья стрекозы, а также лазерные фары спереди и сзади. Необычный стремительный облик дополняют своеобразные колеса. По задумке разработчиков, машина должна приводиться в движение четырьмя электрическими моторами, по одному на каждом колесе. Блок аккумуляторных батарей сможет получать энергию от зарядной станции беспроводным способом. Концепт-кар предусматривает наличие интеллектуального автопилота с радарами на крыше и набором передовых датчиков. При движении в автоматическом режиме передние кресла могут быть развернуты на 180 градусов, так что пассажиры окажутся друг напротив друга. Во всей длине передней панели располагается интерактивный дисплей, предоставляющий информацию о работе бортовых систем и доступ к мультимедийным функциям. Для идентификации автовладельца используется сканирование радужной оболочки глаза. Увы, рассчитывать на то, что Chevrolet FNR поступит в коммерческое производство, по крайней мере в обозримом будущем, не приходится. Toyota iRoad Открывает пятерку лидеров Toyota iRoad, которая представляет собой компактное трехколесное индивидуальное транспортное средство. Проще говоря, это гибрид автомобиля и мотоцикла. Энергия в этом транспортном средстве накапливается в литий-ионной аккумуляторной батарее. Запас хода без подзарядки достигает 50 км. Благодаря уникальной технологии наклона кузова Toyota iRoad обладает феноменальной маневренностью и прекрасно подходит для эксплуатации в стесненных условиях города. На пятое место мы поставили и одноместный концепт Toyota FF2. Это еще более радикальный взгляд в завтрашний день. Toyota FF2 лишена привычных органов управления. В ней нет руля, педали газа и тормоза. Управление концепт-каром осуществляется за счет смещения тела водителя. Также в концепт-каре используются технологии искусственного интеллекта, которая выводит связь водителя и транспортного средства на качественно новый уровень. С помощью функции распознавания голоса и изображения FF2 может не только распознать самого водителя, но и определить его настроение. Цветы изображения на корпусе и внутренних дисплеях могут быть изменены по желанию человека. Кроме того, концепт Toyota FF2 запоминает маршруты поездок и предлагает соответствующие направления, а также анализирует водительские навыки владельца для оказания помощи в управлении. Гиперкар AM RB001 Результат инновационного партнерства британского люксово-автомобильного бренда Aston Martin и выдающейся команды Formula 1. Этот невероятный совместный проект соединил в себе видения и навыки двух мировых лидеров, чтобы создать автомобиль, какого еще не видел мир. Кузов автомобиля имеет облегченную структуру и выполнен из карбона. Аэродинамика гиперкара потрясает воображение. Автомобиль демонстрирует невероятную прижимную силу. Полные технические характеристики будут раскрыты разработчиками чуть позже. А пока известно, что сердцем гиперкара станет обновленный двигатель V12. Соотношение мощности к массе будет составлять 1 лошадиная сила на 1 килограмм. Тройку лидеров открывает Mercedes F015 Luxury in Motion. Что из себя представляет прототип со сложно сочиненным имечком, так это водородную капсулообразную четырехдверку с четырьмя сидушками внутри. Зеленых километров в него хоть отбавляй, только на электротяге концепт проезжает по 200 километров, тогда как общий запас хода без дозаправки составляет 1100 километров. И не беда, если не найдется водородной станции поблизости. Подзарядить большую батарею можно от простой розетки. Со скуки тоже не помрешь. Два электромотора на 270 сил разгоняют крутой Mercedes до первой сотни всего за 6,5 секунд. А в салоне почти пятиметровой машины тем временем сплошное развлечение. И дело тут не только в сенсорных дисплеях прямо в обшивках дверей и хорошей мультимедийной системе, но и в полноценном автопилоте. Концепт-кар сканирует все пространство вокруг себя и умеет общаться с другими участниками движения при наличии соответствующего ПО у он их. Систем безопасности, разумеется, не счесть. В общем, такое вот видение будущего. BMW Vision Next Tom, который расположился на втором месте нашего рейтинга, пока еще предоставляет водителю выбор. Он может управлять автомобилем самостоятельно или переключиться в беспилотный режим. У этой машины есть некоторые интересные особенности. Подъемные двери и интегрированные в корпус колеса. Автомобиль оснащен продвинутой навигационной системой, которая проецирует маршрут и дополнительную информацию на лобовое стекло. Но фишка еще и в том, что некоторую информацию автомобиль будет наоборот скрывать от водителя, чтобы, например, не отвлекать его по пустякам. То есть решение о том, что стоит знать водителю, а что нет, будет принимать сам автомобиль. Вот такая забота. Сначала все за тебя решают родители, затем жена, а теперь еще и твоя машина. Ну а первое место по праву занимает концепт Rolls-Royce Vision 100. Он как будто попал в наш мир из фильма «Трон». Машина спроектирована полностью беспилотно. Здесь нет водительского сидения и руля. Зато заднее сидение представляет собой роскошный шелковый диван, на котором с комфортом могут расположиться два пассажира. А напротив него смонтирован огромный OLED-телевизор. Хорошая новость! Владельцы этого концепта смогут сэкономить на водителях. Хотя словосочетания Rolls-Royce и сэкономить вместе, конечно, не звучат. Просто у нового концепта нет ни руля, ни педалей. Управляется он исключительно искусственным интеллектом. К сожалению, в коммерческий продукт данный концепт может превратиться ориентировочно в 2040 году. Хотя к тому времени представление Rolls-Royce об автомобилях, скорее всего, изменится. Друзья, это был IT News. Ваш гид в мире информационных технологий и не только. Наш обзор концепт-каров помогает понять простую вещь. Будущее уже здесь. Просто оно не так широко распространено. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии прямо под этим видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok